Начали. Вас зовут? Инспектор ДПС, завода номер 1, рода ДПС города Запорожья, сэрвант милиции Асач. Скажите, пожалуйста, вот вы привезли сюда нарушителя, да, правонарушителя, где вы его задержали, что он нарушил? Задержали по надежной министрали улицы Новокузнецка, район 4-й Южный Командарский район. Характер движения транспортного средства возле подозрения, способности водителя управлять транспортным средством. При проверке документов у водителя было выяснено, что человек находится с явными признаками наркотического пьянения, то есть покраснение глаз, дрожь рук. Человеку было предложено пройти на независимое местное свидетельство на установленном порядке. Он подозрел, и он показал положительный результат. Вот сейчас показал положительный результат. Ваши действия дальше. Вы забираете машину, ставите на штрафплощадку. Поставите машину на штрафплощадку. И потом, когда ее отдадут водителю, и что после этого водителю нужно сделать? В следующий день с документом о подтверждающей личности на транспортные средства. Держать на это подтверждающую личность. Водитель приходит, забирает транспортные средства, и через месяц по ней все по месту. Скажите, пожалуйста, а штраф за управление в состоянии наркотического опьянения? Какой должен будет заплатить водитель? Или это уже уголовное дело? Это не уголовное, это нестатурная ответственность, это решает все, в статье 130. Здесь минимальный штраф 950, максимально 3400, либо исправительная работа 30-30 часов, либо лишение права управления по воде дороги. Скажите, за сегодняшнюю вашу смену вы заступили, я так понимаю, с 19-ти, да? Это первое правонарушение? Первое. А вообще в среднем за смену сколько бывает правонарушений, вот, фиксируется? Сказать нельзя. Никогда не угадаешь. Ну, средняя какая-то цифра. 10-15. 10-15. А из них в состоянии наркотического опьянения сколько водителей? Ну, на суток 1-2. Угу.